Первую встречу Лариса Лазутина начала с рассказа о том, как идет работа по изменению статуса земли под лыжи роллерной трассы, излюбленным местом отдыха одинцовцев. Сегодня местная администрация не может напрямую финансировать ее благоустройство. Однако скоро, благодаря усилиям депутата, все может измениться к лучшему. Та земля, которая сейчас есть, она федерального значения. И сейчас у нас лесное хозяйство возглавляет федеральное. Это Масляков Виктор Николаевич, я сегодня с ним встречалась, и он хочет нам помочь нашему району, чтобы действительно это принадлежало городу нашему. И чтобы мы ходили, чтобы это было общедоступно. И самое главное, чтобы мы могли на ней следить, убирать и что-то хотя бы там сделать, какой-то небольшой стадион. Потому что там, во-первых, и остановиться порой в машине негде, а порой даже и переодеться. А это самое главное для наших детей. В областной думе Лариса Лазутина возглавляет комитет по вопросам образования, культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Количество задач, стоящих перед этим комитетом, очень велико. Поэтому и вопросов, с которыми люди обращались к депутату, было много. Спрашивали не только про спорты и образование, но и про капитальный ремонт жилого фонда и про замену лифтов. Новое жилье. Ну да, оно хорошее сегодня, новое жилье. Люди купили квартиры, платят там. Опять-таки, пройдет 20 лет, когда надо будет менять лифты. Каким образом это будет делаться? Либо должна быть какая-то страховая система, которой нет в России. То есть, ну нет. Есть провал законодательства? Провал законодательства. Потому что сейчас пока хорошо-хорошо, но пройдет какое-то время. Ну мы-то на пенсию уйдем через 20 лет, а вот пусть у нас кто останется. У них будет проблема. Очень серьезная проблема. Здесь совершенно законодатель очень плохо работает в этом направлении. Смысл понятен? Очень, это очень серьезный вопрос. Я считаю, что это как бы на уровне России. Он заведен в тупик. У нас возглавляет комитет Звягин. Я гораздо тогда переговорю на эту тему, как это вообще возможно. И может быть даже наш район может выйти, а комитет как раз ее оформит. Впрочем, вопросов находящихся в прямой компетенции комитета возглавляемого Ларисой Евгеньевной тоже хватало. Они касались организации учебного процесса, работы детских спортивных секций, очереди в детские сады. В настоящее время у нас вот проблема с детскими садиками. Правильно. Как решается эта проблема в районе 5-5А? Столько домов? Сейчас там детский сад запроектирован. И в 2013 году. И школа там тоже. Да, будет построить детский сад. И это обеспечит 5-й А микрорайон, именно 5-й А микрорайон и 5-й местами в детском саду. И еще хочу сказать, знаете, это вообще проблема. У нас в этом году впервые дали, ну не впервые давали, но не так много, но все-таки дали районам, богатым поменьше. Мы считаемся всегда сверхбогатыми, поэтому нас обижают. Но хотя бы какой-то кусок денег я попросила, нам немножко дали денег на детские сады. Потому что, вы знаете, в чем проблема? Проблема женщин. Ну мы, женщины все же, мы как, мы родили, а мы завтра, нам все хорошо, и мы сразу побежали записывать ребенка в садик. И поэтому обведем его реально в садик через 2,5, может быть, через 3 года. Согласитесь, мы же сразу на следующий день не ведем. А вот эта очередь огромная, она уже, статистика ведется. И поэтому у нас всегда в Одинцово очень большая очередь. После встречи с сотрудниками Трансинжстроя, Лариса Лазутина отправилась в лабораторию фирмы Лифтек, специалисты которой работают над вопросами безопасной эксплуатации лифтов в Одинцовском районе. Вот, ну, самая последняя станция, это распределенная станция, скажем так, в интернете. Все идет по двум проводам, так же здесь, по двум проводам по шагу. Да, вот сейчас она. Хотя, это не одинаково, скажем так, это более современная, считается более перспективная сейчас. Хотя недостатки у всех есть, станции в тех и в тех. Вот, и здесь наш рабочий должен уже выродить не просто как рабочий, как уже инженер. Потому что все на микро-процессор собрано, все работает. А для того, чтобы подготовить квалифицированных специалистов, в Лифтеке создают собственную учебную базу. Здесь предполагается готовить сотрудников не только для себя, но и для всех же лично коммунальных предприятий района. Возможно, в дальнейшем, если позволят обстоятельства, здесь будет создано и профессионально-техническое училище. Познакомившись с техникой, Лариса Лазутина отправилась общаться с людьми, которые эту технику обслуживают. Вопросы, которые задавались депутату, были схожими с теми, что прозвучали во время предыдущей встречи. Так что над наказами избирателей Лариса Евгеньевна пообещала работать комплексно. Петр Горохов, Александр Мельханов, телекомпания Одинцова.